Питерский электротехник Битва на Куликовском поле в 1380 году Дмитрия Донского была не против орды Тахтамыша, а против узурпатора Мамая. Потому что царем, которого признал якобы русский князь, был именно татарский ордынский царь, а Мамай, которого победило войско Донского, был самозванцем узурпатором, от которого Донской защищал Тахтамыша. И ничего даже близкого освобождению от татар у него в голове не было, а ведь это святая святых великой русской истории. Иго, то есть зависимость Московии от тюрок, не закончилась в 1480 году, а в стоянии на реке Угре произошла передача вассала Московии от Казанского ханства к Крымскому ханству. Крыму Москва платила дань до 1700 года, и такое понятие, как российское государство, появилось лишь с приходом к власти Петра I, ставленника Европы, полностью зависимого от денег и научных достижений западного мира. Екатерина II – это не русская царица. Ее настоящее имя – София Августа Фредерика Ангальд-Цербская, дочь прусского генерал-фельдмаршала Кристиана Августа Ангальд-Цербского. Екатерина пришла к власти в ходе государственного переворота, незаконного захвата власти с помощью радикальных молодчиков, свергнув с престола Петра III, внука Петра I. Иван Грозный – никакой не русский царь, исповедовавший православное христианство. На шлеме якобы русского царя красуется арабская надпись «Аллах Мухаммед». Эти слова являются сокращенной версией известного выражения «Велик Аллах» и «Мухаммед – пророк его». Подобная надпись была и на церковном одеянии бывшего патриарха РПЦ Алексея II, пока известный политик и востоковед Евгений Примаков не указал на этот факт. Иван Грозный, как и вся династия Рюриковичей, это сперва подчиненные, вассалы, а после – правоприемники Золотой Орды. Романовы – это ставленники Запада, пиндосы, гееропейцы, как сейчас сказали бы путинофилы. Переворот 1917 года – это тоже дело рук Запада. На немецкие и американские деньги Ленин и компания передали управление Россией из рук одних гееропейцев в руки других. Развал СССР 1991 года – аналогичная история. Или вы все еще верите в независимость России? Может, хватит заниматься постоянным вставанием с колен и смириться, что никогда никакой России, как свободного, независимого государства, не было. А была лишь колония, и таковой она будет оставаться до тех пор, пока из общности, называемой российским народом, не сформируется, наконец, не только сильная, но и здравомыслящая нация. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова